Всем привет, ребят, меня зовут Света, и сегодня я хочу просто с вами поболтать, ну и не совсем прям просто поболтать, я хочу немножечко вас замотивировать, вдохновить, возможно, я надеюсь, что это у меня получится, потому что видео будет очень эмоциональным. И также я хотела бы у вас попросить совета относительно одного такого, знаете, вроде бы бытового вопроса, но муки выбора меня просто убивают, я тот самый человек, который всегда мечется между двух, а то и трех там, да, вариантов, не может никогда выбрать, в общем, помогите мне. А касательно мотивации, я обалденно провела майские праздники, начало майских праздников, и все как-то было для меня по-новому, интересно, я поняла, что на 1 мая не обязательно бухать и обжираться шашлыком, мало того, что все было как-то так прикольненько и интересно, я еще успела впихнуть в эти дни тренировки, и вишенкой просто на этом торте, знаете, высшим удовольствием было то, что я воплотила в свою мечту. Маленькая предыстория то, что я, наверное, уже лет 6 хотела на велосипед повесить корзину спереди и возить там собаку, свою первую собаку, которая сейчас живет с моими родителями, но я постоянно это откладывала, и в итоге я все-таки решила повесить корзину на свой нынешний велосипед для Евы, вот там вот она лежит, и я облазила весь интернет в поисках специальной корзины, и есть такие специальные корзины, их вешаете вы спереди, они выдерживают достаточно большой вес, но они очень дорогие, и оказалось, что такая корзина стоит почти что столько же, сколько мой велосипед, я свой велосипед купила за 6 или за 7 тысяч, и вот корзина стоит примерно столько же, и к сожалению, обычные корзины, которые спереди вешают, они по размеру вообще не подходят для длинной собаки, и тут наступает 1 мая, и я понимаю, что я сегодня еду за город кататься на велосипеде в том числе, и мне так хочется, чтобы собака присутствовала со мной, мне в общем помогли реализовать кое-какую странную спонтанную идею, так как мне приспичило, в общем я нашла какую-то фруктовую старую абсолютно корзину, я естественно ее помыла, мне помогли ее приделать к велосипеду, причем не спереди, как я изначально хотела, а сзади, на вот этот обычный багажник, я ее обшила тканью, причем это была не ткань, а кофта, в которой я снимала, по-моему, чуть ли не предыдущее видео, получилось очень мило, на мой взгляд, и, знаете, я просто посадила туда Еву, села на велосипед и поехала. Ребята, я не могу вам передать даже, насколько это было приятно, мне казалось, что я либо уйти в рай, нахожусь, либо уже в раю, я ехала и просто растворилась в этом удовольствии, и я думаю, почему я раньше этого не делала, почему я раньше не находила время исполнить такую микроскопическую какую-то вещь, чтобы вот так вот сильно радоваться, я сейчас каждый день сильно радуюсь, я каждый день перед тренировкой, я не знаю, очень-очень рано еду с собакой, на велосипеде, мы гуляем там, чуть ли не за город выезжаем, это кайф, 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 ребят, надо кайфовать от того, что мы можем получить здесь и сейчас. Долгосрочные цели, они, конечно, еще больше кайф приносят, но их так надо долго ждать, а хочется прям вот быстрее, так что не упускайте возможности, сейчас вот самое такое время, май, юнь, июль, август, действуйте, успейте сделать как можно больше, чтобы насладиться, получить кайф, не знаю, испытать эти положительные эмоции. Также, ну, еще вопросы, которые я хотела вам задать, про маму сначала, да, про маму, она сейчас смотрит это видео, я знаю, но неважно, сделай вид, что это секрет. У моей мамы скоро день рождения, кстати, да, про маму, она постоянно говорит, что это татуировка, это какая-то птица с клювом, нет, мамуль, это, я не знаю, видно, это космонавт. Так я маме призналась, какая у меня есть татуировка. Вы просто не представляете, какой скандал меня ждет после этого видео. Моя мама раньше любила мои татуировки, но потом перестала, она говорит, что я хочу сделать по всему телу татуировки, хотя это реально не так. Я не хочу делать на всем теле татуировки. У меня есть татуировки, которые в обычной жизни никто никогда и не видит, и не увидит, да, они спрятаны все под одеждой. Я абсолютно обыкновенный и ничем не выделяющийся человек, но от мамы татуировки спрячешь. Она, мне кажется, скоро уже с лукой начнет меня исследовать. В общем, мамуль это космонавт. И да, моя мама скоро день рождения, и я бы хотела, чтобы вы посоветовали мне, что можно подарить интересненькое маме на день рождения. Потому что у меня фантазия просто на нуле, она иссякла. Я не знаю, хочется как-то порадовать. Я знаю, что моя мама читает комментарии под видео, так что я надеюсь, что она прочитает ваши комментарии и как-нибудь мне намекнет, что именно ей понравилось. Еще, ребята, один вопрос не менее важный, чем подарок на маме на день рождения, потому что еще подарок я, может быть, смогу придумать, а тут я не смогу определиться. В общем, мне нужен новый чемодан. Мне надо, чтобы он был компактный, удобный, крепкий, надежный, вместительный. Не обязательно, чтобы он помещался в ручную кладь. Почему? Потому что я в основном вот с этим вот существом всегда в самолете нахожусь. Поэтому я всегда стараюсь все сдать в багаж и остаться только с собакой из клетки и с маленькой сумочкой, где у меня деньги и документы. Это все остальное я сдаю в багаж и очень неудобно, потому что болтаться с собакой и с каким-то чемоданом, пусть даже это ручная кладь. Но суть в том, что нужен какой-то чемодан, который я сама смогу поднимать, если я одна путешествую, чтобы он был удобный, чтобы у него там было 4 колесика. И тут даже, наверное, не про бренд вопрос, а про размер. Я очень вас прошу заглянуть в интернет и посмотреть, что есть размерная сетка у чемоданов S размер, M и L. И я вот сейчас мучаюсь между двух размеров S и M. Я решила взять себе все-таки пластиковый, наверное, чемодан. Хотя, может быть, вы меня отговорите от этого, я не знаю. И я не знаю, стоит ли брать M или S размер. S, он, конечно, самый компактный, туда помещается минимум вещей. Но самое главное, что туда залезет моя камера и мой ноутбук. А с другой стороны, вдруг, не знаю, я поеду за границу, мне захочется оттуда с собой какие-то подарки привезти, какие-то покупки там сделать. Естественно, в S размер ничего не полезет и нужен побольше. И здесь уже M подходит. Но M размер, он все-таки, ну я не знаю, удобно ли его как-то поднимать, катить. Просто постоянно со мной собака. Я ее не оставляю ни на какие-то передержки, я ее всегда с собой таскаю. И тут загвоздка у меня. Я, конечно, склоняюсь к S размеру и хочу послушать как-то ваше мнение, что вы по поводу этого думаете. Какие вообще у вас чемоданы и с чем вы вообще путешествуете? Потому что я пробовала и с огромным чемоданом ездить, просто с огромным. И пробовала путешествовать с сумкой, типа как со спортивной, и с рюкзаком со спортивным. И дошло уже до такого маленького рюкзачка, где я все, знаете, напихала. Прикиньте, маленький рюкзак засунула ноутбук. Это кошмар. Не делайте так никогда, потому что это было днище. Так что подскажите мне, ребята, иначе я буду думать, я не знаю, сколько. Очень долго, а мне уже надо скоро уезжать, и я прям мучаюсь, мучаюсь, мучаюсь. Так, немножечко Ева отвлекла. И так, обязательно помогайте мне с решением моих ужасных, сложных вопросов. Также я надеюсь, что я вас как-то вдохновила со своим велосипедиком. Я просто хотела с вами поделиться этими эмоциями. Мне прям вот хотелось эти эмоции кому-то подарить. И вы стали этими жертвами. И да, помните, что вы самые-самые лучшие, самые замечательные. Спасибо за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши комментарии, за то, что вы подписываетесь, за то, что у меня какая-то сейчас движуха началась на канале. Вы самые обалденные зрители, я никогда не устану это повторять. И до встречи совсем скоро. И я забыла вам сказать, может быть, кому-нибудь это будет интересно, что я даже специальную шлейку купила, за которую пристегиваю Еву, чтобы она не выпрыгнула из корзины. Но, более того, когда мы первый раз с ней поехали, она забралась в корзину. Ну, я ее посадила, и она вот так вот, чуть ли не вот так вот поехала, будто бы она всю жизнь каталась на велосипеде. Ей так любопытно, так интересно. И в общем... И сейчас время 17.26. И я сейчас пойду кататься на велосипеде. Да. И пойду, конечно, уже с ней. Так что, пока. Субтитры подогнал «Симон»